Привет, Москва! В июне 2020 года Василий Вакуленко готовится штурмовать новую высоту. Ну, конечно, это будет грандиозный концерт. Ты решил сделать подарок — собрать лужники. Ты бы был первым русским артистом, кто это сделал. В настоящее время «Баста» записывает новую пластинку. Красновый альбом дойдет до каждого из моих слушателей, и мы уже вместе споем его лужниками. Ожидаем в районе 70 тысяч человек на концерте. Приходите на концерт «Басты»! Дорогие друзья, нами было принято непростое решение об отмене концерта 11 июня в Лужниках. Этот концерт переносится на следующий, на 2021 год. Он состоится 3 июля. Все билеты действительны. Те же, кто хочет сдать свои билеты, делайте это. Все деньги будут возвращены. Будьте здоровы, берегите друг друга. Нет, я так и не устал от турбика. Мы снимаем и к альбому просто этот фильм будем снимать. Нормально, я веса там тебе хорошие прописал. Будет что снять. Прямо отрабатываю этот наклон. Сегодня сна новая 80 килограмм и 6 повторений. Ну что я могу сказать. Тренер выжимает из меня весь джем. Я буду пирожок ни с чем после этого. Я готов утратить свое прежнее наполнение, наполнить себя чем-то новым, важным, духовным, спортивным, атлетическим. Надеюсь, это не будет рис с яйцом. Вадик, ты любишь рис с яйцом? Сейчас, да, у случайного человека возьмем. Я пришел по делу на самом деле. Давай. Телевизор не работает. Почему не работает? Ему признал уже давно. Можете материться, это снимать. Там сломалась, и Митя сказал, что... Невозможно снять. Я просто не привык. Да давай, давай. Короче, в месяц он делал, он не смог его починить. Проще не покупать новую. Ну пусть у вас измеримо найдут плазму. На него текст же можно вводить. Допустим, ты читаешь когда-то, для развернуться, у тебя большой текст здесь, ты видишь. Все, пора, Вася. Колени прямо наружу жестко, и грудью вверх вставай. Та же, когда опускаешься, грудью вверх где-то. Здесь обращай внимание, у тебя бывает вот так наружу разворачиваться. Коль, мне бы выжить. Раз, два. Не каждый раз, меня же все спрашивают. Как заниматься? Я говорю, конечно, нет. А чего занимаешься? Потому что нравится. Когда делаешь боль. Давай-давай, не расслабляйся. Ты же не забываешь, что завтра бокс у меня, да? Да, да. Круто это, по-моему, да? Совсем другое дело теперь. Этот альбом будет достаточно тяжелым в том смысле, что я попытался говорить в этом альбоме от лица себя 18-летнего, 19-летнего, 20-летнего. Это такая попытка сыграть в машину времени. Если не примет никто, что ж на мне привыкать у нас, нет ни дома, ни бога за нас, некому поклопотать. Те песни, которые я собрал в этом альбоме, они очень личные. И это прощание с самим собой. С собой молодым, юным, безумным, дерзким, фатальным. О, что сейчас будет? Самый добрый волк, у которого можно забрать кость. А ну-ка, дай! Отдачу! Собака хоёси такой, какой хоёси! Он даже на диван с нами лень ложится. Какой хоёси! Вот такой вот, до брюка. Вот такой вот, собака. Детство? Я не люблю свое детство, если честно. Моё детство было сложно в том смысле, что мои родители разводились. И там отца своего, первый раз я видел, 7 лет. И нас воспитывали бабушкой с дедушкой. Вот в Ростове, где тепло, где помидоры, там фрукты какие-то. Ну всё, то есть мы были, правда, в любви жили с дедушкой, вернее, нас воспитывали с бабушкой. В 89-м мы переехали жить в Белоруссию, где служил наш папа. Я первый раз его увидел, вообще не был с ним знаком. И они с мамой как бы решили налаживать жизнь заново. И я вот очень сильно сопереживал их борьбе за хорошую жизнь для нас. Помнишь ли ты те ощущения, когда в первый раз увидел папу? Когда увидел папу? Я был напуган. Я был напуган. Я был напуган. Я был раздражён. Как бы из-за того, что я папу своего не знал, и я понимал, как мама страдала, да, из-за всего вот этого, всё, что там между ним происходило, да, как она переживала. Я очень был зол даже на отца, да. Муж, вот, кстати, его фотография, он такой был, конечно, резкий. Молодой офицер, и он своих сыновей так же к ним и относился, как к солдатам. Ну, а на воспитание тоже. Тут же тоже надо понимать, что у мужчин, как правило, а тем более у военных, у них особенной времени не хватает на воспитание. Всё время служба. Мне есть что вспомнить, хорошие, там, много благодарности. Я вот почему-то не помню, не могу сказать, что моё детство было счастливым, да. Мне почему-то думало, что он будет священником. Как мне парадоксально, может быть, кажется. Так получилось, что поздно все крестились. Дети вот мои и я тоже вместе с ними. Это крещение, когда дети уже были взрослые, созданные, собственно говоря, произвело очень сильное впечатление на Васю. И он всё свободное время старался проводить в храме. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Какой, надо свой стих рассказать. Василис, пойдём, мне кажется, сочинило. Нет, нет, Маш, прочитай, про что ты училась. Мы уже стеснялись пока. Мы должны с Василисой обговорить, хорошо или нет, пойдём. Но не на батуте. Мне кажется, вот это очень удачная машина работа, подписанная или нет. Мне очень нравится просто. Слушай, тем больше есть возможности детям что-то дать, чем-то научить их, дополнительно загрузить их. Это очень круто. А ты такой родитель, который хочет, чтобы больше было активности? То есть ты их заставляешь или они сами выбирают? Я здесь очень аккуратен, потому что можно перегрузить и превратить жизнь ребёнка в ад просто. Мы знаем такие примеры, когда человек вырастал и говорил, у меня не было детства просто. И он начинает потом жить как ребёнок всю оставшуюся жизнь, когда самостоятельство приходит к нему в жизнь. А твоё детство тебя заставляли? Да, конечно. Конечно. В куплетике думаешь, бро? По причине того, что занимался музыкой шести лет, и меня окружали меломаны. Мой отец, он очень большой коллекционер музыки. У него на самом деле замечательный вкус. Я слушал «Машину времени», группу «Воскресенье», «Дипёкл», «Блэк Сэббот», «Фредди Меркури». Палец из-балец. Голбас кто? У бабушки мои замечательный музыкальный вкус. У мамы музыкальный вкус. То, что Вася стал музыкантом, я думаю, уверена, что это бабушка с дедушкой. Это, вот я же говорю, что надо бабушке дать героя Советского Союза, наверное, потому что она сидела по три, по четыре часа. Это же надо было присутствовать на занятиях внука Василия. И вот он, да, и старший мой сын, и Василий, и они все занимались на аккордеоне. Они, наверное, аккордеон ненавидели. Моя музыкальная школа, спасибо, Галина Павловна, у Сэнки, лучший педагог на Земле. Я был очень взрослым ребенком, в том смысле, что я достаточно серьезные вещи уже понимал и сознавал в 7-8-9 лет. Возможно, это мне помогло в творчестве, да, что мне достаточно легко погружаться в какие-то истории, которые я придумывал, да, для создания песен, каких-то сюжетов. Но вот вы меня сейчас спросите, хотел бы я вернуться в детство, нет. В юность – да, в детство – нет. А у меня, к сожалению, так получилось, что потом муж попал в аварию и более 25 лет проболел, был инвалидом первой группы после аварии. И у меня так получилось, к сожалению, что я больше занималась здоровьем своего мужа, чем сыновьями. То больницы, то госпиталя, то еще что-то. Я жил всегда с тех пор, если помню, в диссонансе с тем миром, который меня окружил. Я всегда чувствовал себя не в своей тарелке. Мне хотелось куда-то свалить, убежать, сбежать. То есть не было человека, за которого я мог бы закрепиться, да, для которого я был единым тотемным образом каким-то, да. То есть я очень любил деда своего, это для меня икона вообще деда. Ну вот какого-то такого цельного. Короче, я не мог ничего найти, и этим для меня стала музыка. Я счастлив, что если мне музыка, я не знаю, что будет. Детство – это то, как я живу сейчас. Принадлежу сам себе, занимаюсь любимым делом, могу дурачиться, веселиться, быть. Могу быть тем, кем я хочу. Мышки бывают разные, веселые, умные, классные. Путешествуют они по земле и даже по сырной луне. Все. Вася, ты на ходу еще что-то придумай дальше. Иди сюда, расскажи. Мыши танцуют на крыше, все выше, выше и выше. Живут мыши в Китае, улетают они, летают. Сыр по всему миру себе покупают и дома себе там вырывают. Так у меня в итоге с отцом и не сложились отношения. Я очень привязан к маме своей, связан с ней очень сильно. Мне кажется, что я вот и своим отношением мстил, что ли, отсюда. Мстил за маму за то, как она переживала, как она страдала. И, возможно, через это я сформировал правильное отношение к женщинам, бережное отношение к женщинам. Их брат мой старший такой же. Поэтому мне так нравится писать песни про любовь. Про маму. Мама – это образец женщины для меня. Честная, смелая. Моя жена очень похожа на нее по характеру. Преданная, готовая за тебя бороться, вступаться за тебя, защищать тебя отчаянно, по-настоящему. Знаешь, у Асадова есть про любовь стихотворение. Я наизусть его, к сожалению, не помню. Но там вот есть, что ты просыпаешься с утра и думаешь, а что бы сделать хорошего этому человеку? То есть это борьба с эго. Я сухарь, как моей жене кажется. И что я не люблю обниматься при посторонних людях, проявлять какие-то показушные слюни пускания друг в друга. Мне кажется, что это достаточно интимные, близкие, важные вещи. Я к этому по-другому отношусь. Вперед, сухари! Лена, давайте, носите. Маш, маме давайте помогать. Вась. Давай, носи хлеб. Ну, пусть Маша носит. А ты бери вот эту. А рара, как на барабане, делали из угля угли. Все смогли, что приносили, только ему не помогли. Город Ростов-на-Дону. Вася все время говорит про Ростов. А сейчас я расскажу всю правду. Можно? Вася, за 13 лет совместной жизни я в городе Ростов-на-Дону была два раза. Вася, мой муж, меня с собой туда не берет. Ну, в те редкие его туда отъезды. И, наверное, не знаю, может все думают, что я не хочу ехать. Это неправда. Я очень хочу в Ростов-на-Дону. Я не знаю, почему так происходит. Пусть это он, кстати, объяснит в своем фильме. Обязательно задайте ему этот вопрос. Как не беру Ростов? Мы съездили. Ну, да, потому что в основном я туда езжу по делам, по работе. Приехать в Ростов и потом ей сказать, ты посиди в отеле, а я сейчас буду заниматься делами и встретиться в аэропорту опять. Естественно, она, как любой человек, который один раз был в Ростове, опираясь на мои песни, считает, что это Рио-де-Жанейро. Ну, я понимаю, что хочется пройтись по тем местам, о которых поются в песнях, но без меня не получится. С тобой не получится и без тебя не получится. Вот, ты видишь, какая рвака? Ты видишь, какая рвака? Эмоциональная просто. Я их затрещала просто ночью. Нет. Это Нагана первым небодяжином. Это Ростов-на-Дону. Ростов-Ботяня. Это не просто слова, это важная составляющая моего пути, мой город. Я черпаю оттуда свои вдохновения, свои ощущения. Я живу в Москве 15 лет, но у меня до сих пор ростовская прописка. Ну, вот такая история, наш ростовский пацан. Вася Вакуленко, Баста и Кейнагана, как бы застраховал братуху в свое время. Ну, мы его любим. Любим, любим, да. Хорошо песни поет. Можно поплакать, погрустить, порадоваться. Талантливый человек. Полный придурок и циркастер. Что уж говорить, наш город радушный, суровый батя такой, да, Ростов-Папа это называют. И если заслужить любовь своего города, это благословение какое-то. Как рэпер у меня мало интересен. А как я, имея в виду, болельщик СКА, то этот человек мне интересен тем, что он помогает команде. Победа близка врагам назло. Запомни, это СКА, СКА Ростов. Ты взойдешь на перестан, и мы встанем рядом с тобой. Великая команда, которая стала судьбой. Останутся в прошлом теле. Мне хочется, чтобы легенда возродилась, СКА Ростов вернулась на высшие ступени российского футбола. Я это должен сделать для своего города, для себя самого. Мне кажется, что это правильная вещь. СКА Ростов вернулась на высшие ступени. Победа! 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 Иди! 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 Мой район — это всегда какая-то тревога, переживание. Это проклятие, чистое зло. Это микромир, в который транслируют модели на большой мир. Там есть все. Ночилище искусственное. Это было рядом с моим домом. Я из квартиры вышел, прошел немного, и я уже на учебе. Здесь проходили первые хип-хоп-пати, где мы познакомились с группой «Психолирик». Настоящее название группы «Каста». Приезжали наши друзья из Оксая. Здесь такое собиралось немногочисленное, но очень преданное хип-хопу тусу. Я тогда первый раз услышал «Психолирик» группу. Ну и мы здесь что-то пытались читать. По-моему, это был 97-й год. Это было наше первое выступление в столовой училища искусств. И был вот такой чувак, их было двое. Один был такой крупный, и один был мелкий. Крупного звали Хрюша, мелкого звали Оникс. По-моему, это была группа у них. Был текст, над которым мы ржали, и что там было. Улицы тусовки, улицы кроссовки, улицы девчонки. Это нас смешило. Хотя, по-моему, парни серьезно отнеслись. Я думаю, что мы интенсивно общались с 98-го по 99-й. Мы на самом деле не были близкими друзьями. То есть вот мы были в группе, и у нас были общие интересы. Но для того, чтобы стать близкими друзьями, должно быть гораздо больше контакта, общения. Потом он из этой группы ушел. Эта группа называлась Каста. В отличие от Касты, его карьера как будто бы не сложилась. Про него говорили, что у него была история с наркозависимостью. И было скорее непонятно, какие вообще у него шансы, перспективы и так далее. В понедельник, среда, пятница я занимаюсь боксом с Андрюхой Бубасом. Вторник, четверг, тренировка с турниками, с штангами, гирями. Ну, весь этот ужас, который придумал для меня Коля, мой тренер Николай Николаевич. Полторы минуты. Это что такое? Это слезы. Слезы моего тела. Ну, это жестко, ребят. Я вам так скажу. Если вам 40 лет, ребят, даже не дергайтесь. Зачем вам это нужно? Посмотрите. Посмотрите. Зачем? К чему? Молодость. Кому повезет свое возникло из нас? А теперь мысль о том, что скрип заскочит на песню «Молодость моя», повышает сразу уровень заинтересованности в степане хорошего текста, да? Вася для меня очень интересный человек, который очень много мне открыл. Это я, тетя Ваня, пришла. Может, даже сам того не подозревая, он в многих моментах помог мне понять жизненные вещи какие-то, наверное. Тетя Ваня. Пойдем, тетя Ваня. Размах. Да, ага, конечно. Ушко в этом. Ах, у тебя тут еще и ролл сразина. Этим я и не пользовался. Почти вот этот вот, мой любимый. Тебе, короче, тут все, да, поиграть? Да сейчас вот хочу панель доделать, да взял себе эти распайки же. Да надо все задействовать, где руки не доходят. Меня всегда очень беспокоит то, с кем я делаю совместные песни. Больше, конечно, по человеческим качествам. Поэтому скрип для меня это тот, кто он и в своих песнях, тот он и есть в жизни. Я, в принципе, услышал человека, который просто заговорил на моем языке. Такой, ну, коммент читай, куда пишет. Вася, повнятник, пёй, ты, кто за кого там женщина с ребенком, я подписал. Сразу видно, мать. Не, ну кому-то непонятно. Мне всегда клянуть, мне говорили, что я непонятно всегда говорил. Я понимаю, да мне кажется, вообще нет артиста, у которого максимально все песни, во всех песнях, блядь, абсолютно понятны. Есть, да? Есть Дима Маликов. Блядь. Я сначала пытался вспомнить, кто это еще. Да, смотри. Нет, очень красивые темы, вообще. Годом к девятнадцати мы тогда еще с Найманом сидели на стоянке, Игоря, вот смотри, лет пять, мы будем, типа, на одном уровне, там, с этими чуваками сидеть, типа, в одних и тех же местах. Но я не думал, что это так буквально будет, будет вообще космосом. Я не знаю, чем угодно. Это все началось в 1999 году. В моей компании работало очень большое количество талантовой молодежи. Среди них и был маленький паренек Василий Вахвеленко, в подзародье просто бастахрю. В 1998 год, наверное, было. Вышел человек, совершенно не артист. Петушке, северной куртки, дешевая, китайская. Просто вот с улицы пришел, встал, и люди начали слушать. У него была потребность всегда писать, в каком бы состоянии находился, в каком бы мы и не расстались, там, можно было подумать, что вот он куда-то ушел, вдаль. Понятно, да, какую даль? Так выпьем за тех, чтобы никто не пиздел, блядь. Ну вот, когда Вася возвращался, он моментально присыл с собой одну, две, а то и больше, он сразу готовый к композиции. Из него, вот, его перло просто. И он говорит, смотри, Юрьич, зацени всегда, вот, у него было, зацени. А там уже хорошие вещи, которые мы брали, прямо сразу мы ехали куда-то, и тут же их ставили, и всегда еще звукарик кричал, зачем вы их ставите, потому что там другой уровень, он их сделал, там, бас другой, неважно. А мы их ставили, и они стреляли моментально. А вот он, наш паровоз, вот он, наш паровоз. Паровоз отлично состоящий. Ух ты! А ну-ка, гудок, гудок, дайте гудок. Ты по Ростову покажешь нас? Конечно, конечно. Давайте. В 99-й год был паровоз такой, знаменитый, до сих пор все знают и помнят. Мы проехали с Васей всей этой толпой, проехали 24 города, по-моему, и мы каждый день давали концерты. Этот вагон был построен для царской семьи и очень высоких чинов. У нас было 20 вагонов, принадлежали только нам, артистам. Жили где хотели, делали что хотели. Вагон-ресторан, вагон-душ. Жил с супругой, вас нахрю без супруги. Ты снегусь. Посмотрим на реакцию людей. Из него же выходили сразу на сцену. Сцена была платформа. Я когда приеду домой, гулять еще ходили. Я просто выбегу на садово, буду кричать, о, что это не чиканье. Я буду бегать по городу, кричать, да, это будет город. Я просто вдали от дома чувствую, чувствую, что такое настоящий корж, что там жизнь, что по друзьям, к соседке пойду, к Галечке. Я могу рассказать свой день, чем я занимался. Я просыпался, тогда были домашние телефоны, либо автоматы, я созванивался с кем-нибудь из друзей, либо просто перся в центр города, на садовую, где все собирались, тусили тогда. Вот мы прошли ЦГБ. Шаурма наша была там. Можно было выйти с района. И помечника вот именно так, как мы прошли, да, дойти до ЦГБ и съесть, и съесть манку. Я разговариваю, ты слышишь, да? Угу. Да. А думаешь, просто я иду? Ага. Вот. И... А? Я понял, понял, понял. Сбил меня. И что я говорил? Давай, споткаемся. Давай. Есть. Давай. Слушай, давай. Приветствую тебя. Да, да, конечно. Здесь, давайте. Давайте. Я ниже стану. Спасибо, Бабульс. Есть. И все было намного удобнее. То есть это традиция, которая сформировалась естественным путем просто. Выходил с района, шел по улице, доходил до еды, ел и шел дальше в центр. Я горжусь тем, что до сих пор, выходя на улицу, люди со мной здороваются, благодарят меня за музыку. Здрасте. Вы нас ждали. Я тоже. Ой, здравствуйте. Здрасте. 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 Он со мной, наверное, что-то значил. И это для меня большая победа. Мне есть за что благодарить моих людей. Очень творческий человек. Да, реально. Несмотря на то, что как бы он поет вообще про улицу, про все, но он хорошо, красиво это преподносит. Для всех. Что, на свидание идешь, нет? Нет, у течи с днём рождения. Да ладно? Да. Хороший. Абсолютно. Как зовут течи? Людмила Викторовна. Людмила Викторовна, поздравляю вас с днём рождения. Желаю вам счастья, радости и здоровья. Благодарю. Замечательный дядь. Сколько лет тёщи? 51. Сколько лет ты женатся? Не поверишь, только буду. Да ладно. А, это не тё, это потенциальный. Потенциальный. Поэтому такой букет, да? Налаживаешь отношения. Чем ты занимаешься в жизни? Я врач скорой. Врач скорой? Ну, это вот как бы в течение многих лет был мой основной маршрут. Выходил из дома. Особенно летом. Пивка курнул. Сел московский на ЦГБ. И в центр. Это было такое интересное место. Это сквозняк на Садовой. И там как бы заваривалась каша. В паре горького. Здесь всё происходило. Ну, драки, кипиши, приёмки, задержания. И к вечеру можно было оказаться в какой-нибудь странной компании, где-то на окраине Ростова, в каком-нибудь районе, в поисках приключений на свою голову. Я очень негативно относился и продолжаю относиться к беспределу со стороны правоохранительных органов. Мне было 16 лет, и я возвращался домой после клуба. И ко мне подошли двое ребят, представились сотрудниками, попросили пройти с ними. И во дворе соседнего дома начали меня просто убивать. Была зима, и у меня были такие армейские сапоги на шнуровке. И я имитирую, что мне трудно встать. Я собрался и со всей силы ударил одного из этих двух уёбков ботинком по ноге, и мне удалось вырваться. Ничего не добился, ничего не добился, успокоился. Пока полковник затирал про совесть, я уебал по скорости. Я забегаю в дверь, и как в фильме ужасов, так закрывается уже лифт, и такая рука. Я эту руку натягиваю, начинаю туда просто с неимоверной силой бить, что есть силу, в эту бирку в лифте. Тут труд за три копейки, тут труд за три копейки, тук-тук, и ты труп за что, блядь, за три копейки. И вышла соседка и говорит, а что происходит, в чем дело? А я просто, у меня разбито все, вот лица нет просто. Они говорят, вот он преступник, мы его задерживаем, он... Да какой же преступник, это ж Василий раздай... Ну, дедушке моем. Василий раздай беда, внук, я его хорошо знаю, какой он преступник? Жизнь меня того, это страшная жизнь. Я сейчас не хотел бы себя встретить, это могло бы быть опасно. Я натворил очень много глупых вещей. По сравнению со своими друзьями, я был, ну, ботаником. Я всегда находился в каком-то сомнении, хорошо, плохо, так, не так. А меня окружали люди, которые конкретно могли перейти черту. Если бы меня задержали в каком-нибудь моменте, я мог бы уехать в тюрьму и надолго. Может прозвучать пафосно, но меня вдохновляет на песне жизнь в целом. Вся, вот. Все, что происходит, в целом на меня очень сильно влияет. Я очень восприимчивый человек к тому, что происходит вокруг меня. Я предлагаю, давайте, приятное с полезным. Я как старый человек отдохнул, будем подсаживаться, мы будем фотографировать. Давайте. Классное придумал, да? Вася был любимцем. Это было всегда даже, несмотря на то, что он там как-то себя нестабильно вел. Прямо перед глазами сейчас стоят картины, как вокруг него вот куча людей. И он что-то смешное травит, обращаясь поочередно к кому-то, кто рядом, ближе всех стоит. Вот у неяде, сразу видно, где, Славич, вышел пошататься по городу. Ну да. Правильно делаешь. Настоящая Баста. Настоящая Баста. И прям это может провожаться долго, 30-40. Мы любили эти моменты. У меня внук, он 12 лет, он, а ты Баста слушаешь? Я говорю, слушай, слушай. Баста, это Баста, братан. Есть некоторые певцы, которые, когда просят их вспомнить вместе, отказывают, посылают и так далее. Баста, он не такой человек. Я его видела, с ним разговаривала, кстати. Да просто прикольный чувак, у которого было в жизни все, и у которого в тысячу раз мог не дожить до этих дней. Допился. Победил, победил эту жизнь, да, победил этот суровый мир. Когда сейчас мне спрашивают про звездную болезнь, я этим... Хотя у меня просто сложный характер, поэтому иногда меня, конечно, позаносят. Мы познакомились сначала заочно, потому что Вася поссорился со всем музыкальным цехом нашей программы. В чем был конфликт, я не знаю. И я подумал, что обычно, ну, такие конфликты уже неразрешимые. Как теперь нам вот налаживать этот процесс? И выяснилось, что все, оказывается, гораздо проще. Вася тот человек, который умеет признавать собственные... Я бы даже не назвал это ошибками. И он пришел в гости уже как гость на диван. Я, конечно, переживал, я думал, ну... Все-таки у Вася, понимаете, лицо человека, который носит с собой кастет. Вдруг он вспомнит старую обиду и даст мне вгрызло. Но Вася оказался таким теплым, добрым, открытым человеком. Стал рассказывать истории про такое... Про свое музыкальное прошлое, про то, как он пел в хоре, про то, как бабушка учила его играть, как он играл на синтезаторе, вообще... И после этого стало понятно, что Вася настоящий гость для нашей программы. Однажды он мне звонил и обещал, по-моему, прострелить ноги. Задеть басту, как я понимаю, можно довольно легко. Он может вспылить, разозлиться и так далее. Я спросил тебя позавчера, что у нас треклист оказался окончательный. Слушай, тебя вообще ебет, как они играют. Тебя вообще ебет, кто и в каком порядке играет. Тебе надо отправить песни, все. Давайте так скажем, я знаю цену успеху. И как он приходит, и как он быстро уходит. Вот, поэтому мне кажется, что дружба и отношения – это самое главное. В жизни. Короче, мы познакомились с Васей по музыке, так скажем. Хотя мы живем рядом, на соседних районах, через дорогу. И сошлись с ним характерами. Он очень терпеливый. Я очень нетерпеливый. Он очень спокойный. Я неспокойный. И кого снимаем? И что? Меня. Вас? Ага. А что вы за персона такая? Я Вадим. Вы что, меня забыли? Нифига себе. Какие люди. Здравствуй. Вот тебя-то нам и не хватало. Ага. Ей-богу. Почему? Когда у меня не было ни средств, ни денег, вообще ничего на запись первого альбома, я обратился к нему, попросил долг, где-то там нужно было за песню полторы тысячи рублей заплатить за сведение. Ну, у меня не было таких денег, то есть там было 15, почти 20 тысяч рублей, да? А больше никто не хотел, как бы, со мной иметь дело, сводить что-то, париться там. Я пришел к нему, говорю, можешь, я там получу, все отдам. Он говорит, а я с тебя денег не возьму. Это поступок, который определяет людей для меня лично на всю жизнь. Он же не знал, что начнется движение какое-то. Он не знал, что я его там не брошусь, заберу с собой, правильно? Всяко могу сказать. То есть он это сделал просто потому, что я как пацан настоящий. Хотя мы там близкими, прям, друзьями не были, просто мы были знакомы. И вот первый альбом демо делал он полностью. Ну, мы родственники, мы друг, мы друзья могут переставать дружить, а мы с ним там и ругаемся, и бывает месяц можем не разговаривать, переверну мир ради него. Ну, и он точно так же сделал для меня. Ну, однажды мы серьезно подрались, ну, как серьезно, просто неудачно, так скажем, подрались. У меня болели ребра, и у него болели ребра, и на концертах даже приходилось останавливаться в какой-то момент, потому что ему трудно было петь, мы делали паузу, одну песню, одну жесть. И я помню, я ему сказал, ну, вот оно тебе надо. А он мне сказал, а как еще должно было быть, блядь? Хотя я очень суровый человек достаточно в работе, я очень требовательный, я очень нетерпимый человек в работе, и работать со мной очень сложно, но мне кажется, что люди, с которыми я функционирую, они понимают суть, почему я так всецело и эмоционально сопереживаю процесс, потому что это моя жизнь. Это для меня не работа, а прям моя жизнь. Конечно, я бьюсь за жизнь, поэтому все достаточно так эмоционально. Для меня он родной человек, он реально родной мне человек. То есть вот он с самого детства был для меня как папа, он был реально папа, даже в 18 лет он был папой. Мне было лет 11, по-моему, 10-11 лет я играл еще на гитаре в джазовом оркестре. В Ростове по телевизору появилась какая-то передача, тут сидит человек, рассказывает, что у них промоутерская компания, творческое объединение. И вот тогда я первый раз увидел Васю вообще. Он читал, по-моему, это была моя игра. Такой взгляд в никуда, именно этот взгляд мне стал интересен. Я почувствовал, что что-то в нем вообще, то, чего я никогда в жизни просто не видел, не чувствовал ни в ком. У меня просто резко поменялось. Вся музыка, которую я слушал до этого, она просто стала умирать во мне. Я даже помню этот момент, мне было печально, что как же так, мне не нравится больше музыка, которую я так любил. И вот я начал слушать хип-хопчик, начал слушать Васю. Я начал чувствовать просто сердцем, что это мой путь, что мне хочется писать музычку, что мне хочется вот так же выступать. И я прихожу прямо в студию, стучу в студию и говорю, я хочу рэп делать. Баскаков говорит, все, отлично. Баста придет, сейчас вам напишет. Я же, типа, мы как? Баста в натуре придет. И я прямо помню этот день, это прямо как в фильме. Мы идем, с маршрутки выходим. Я вижу, идет человек в серебряных штанах, серебряной куртке. Он знакомится с нами, пишет нам сразу музло, пишет нам текст, придумывает нам имена. Крутой треке он писал. Раз, два, раз, два, хип-хоп, хип-хоп. Хип-хоп, распит в трепест кирит, и немного нужных слов. Раз, два, хип-хоп, распит в трепест кирит, и немного нужных слов. И это удивительно для меня до сих пор. Это невероятно ценно. Насколько он с такой отцовской темой просто взялся за нас. Моя игра называется «Следующая песенка». В этом году этой песне 20 лет. Спасибо всем, кто с нами давно и недавно. Спасибо всем, кто сегодня здесь. Астон Храдной, спасибо. Моя игра, моя игра. Она мне принадлежит и таким же, как и я. Моя игра, моя игра. Здесь правила и цель одна. И еще... Поддержим вас, Ростовов. Алло! Все знают рецессию! В 18 лет, когда я выступил во дворце спорта, с песней «Моя игра», и меня уже знали все. Весь город меня знал. Все говорили, это ты пел мою игру? Я говорил, да, все говорят, круто. Я сейчас не знаю даже, чем это сравнить, вот это выступление. По крутости своей, вообще по недостижимости. Машина, которая включает хиты, можно сказать так. Но самое интересное, эти хиты, они не тупые, не пустые. Вот они задевают людей. Вот правда, как он это делает, я не знаю. Честно тебе скажу, я до конца не понимаю, как это происходит. Я как бы написал такие слова для 17-летнего парня, достаточно большие, да, в смысле. Шел, преодолевал какие-то сложные моменты в этой песне, да. А в итоге она оказалась каким-то предсказанием всей моей жизни, во что она вылится и чего я добьюсь в итоге, в конце. Спасибо, Ростов! Меня зовут Мастер Клю. Еще раз в вас созданной сессии. Сэп Клю! Наш папа музыкант. Довольно известный. У него борода. Вот такая. Как у него там? Вот так. Я даже не знаю, какой у него стиль. Раньше у него он рэп пел. Сейчас он какую-то музыку более мне нравишься выбрал. И он милый. Он прекрасный папа. Надо отдать должное, что те дни, когда он проводит с детьми, при его графике он отдает себя им полностью. Теперь, Василиса, твоя очередь. Папа пишет песни. Еще он очень милый. Добрый, хороший. Ну, и... Подождите, можно я потом вылезти? Василиса, я уже это сказала. Во-первых, ты за мной повторила. Во-вторых, мы уже знаем. И это не описание. Такое ощущение, как будто не с сестрой сидишь в разыке, а с подругой. Не обижайся, без обид. Как-то он вот умеет с ними, знаете, качественно провести время. Это кто у Василиса? Скажи. Фантиша. А вот это моя кошечка Нюша. А это моя милая, благородная королева. То есть они, конечно, дурачатся постоянно, что-то он придумывает, они играют. Ну, вот тут на кровати, допустим, у Василисы, папа лежит и играет, допустим, на животе или на чем-то, а мы смешно поем. Это очень прикольно. А потом идем спать. И папа укладывает и нам сказку какую-нибудь рассказывает. Я не могу сказать, что он редко с детьми нет. Два раза в неделю он дома. Нет, все-таки, конечно, просто на выходных он уезжает. Маша, потише, пожалуйста, я умоляю, у нас идет запись. Это бесполезно. Меня никто не воспринимает периодически вообще. Он может пару раз попросить, и все, это сразу все бросают, делают. То есть это беспрекословное какое-то подчинение такое. Не знаю, почему так получилось. Я тут, можно сказать, на передовой все это время. У меня не получается этого. Мама, не иди гулять. Не иди гулять. Ну, подожди, дай нам еще полчаса записать. Мы пишем, у нас звук идет, и камера куда? Мама, я сейчас в тихону. Я просто сейчас звоню папе. И мы снова в трепетке, и нас не починить. Плеваю, ведь наши дети будут лучше, чем мы. 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 Отпусти. Саламандра, блин. Ой, бля. Вася должен был, по мнению кого-то, где-то там остаться в низах. Если бы на него посмотреть, тогда говорят, Вася, будет там звезда. Вы бы сказали мне. Это «Бум». Это «Бум». Это «Водка». Это «Спарк Бум». «Водка». Прюпоследственный «Крулин». Всегда все говорили, Вася помрет. Юрий, зачем ты его возишь? Он настолько позорит. Но он, правда, приезжал. А в тот день, когда ты мне приснилась, я все придумала со мной. Приезжает ко мне Вася. Салус, смотри, вот ты же там сказал, нам железка, свободная зона, быть надо звездами. Надо хорошо выглядеть, надо выходить, надо работать над собой. Я говорю, да, ну смотри, Юрьевич, какие заценишь штаны. Я говорю, классные штаны. А он свежо выглядит, классно, правда. Я тогда купился на это вообще. Юрьевич, надо 150 баксов, штаны. Вечером на сцену выходим мы. Вася, да ради бога, побежал. На, конечно. Он прям тут снял штаны рваные свои, бросил на кухню. Отлично, нормально. Раз, раз, раз. Чай попил, посидел. Юрьевич, да, побежал, надо готовиться к вечернему выступлению. Желтая штана. Знаешь кого? Тут звонит, железка приехала. У нее такая была, такая, эспера баклажан. Он такой, Юрьевич, ты что такой счастливый? Я говорю, железка не представляешь? Я говорю, какой кайф, Вася торчать бросил. Я говорю, Юрьевич, ты что, гонишь? Я говорю, я тебе клянусь. Он говорит, да ладно, ты чего? Штаны мне, говорит, приволок, представляешь? Говорит, глянь, какие штаны купил. Он такой, подожди, какие штаны? Я говорю, классные штаны. Я ему дал 150 долларов, говорю, за эти штаны. Он такой, вот такой вот, вот, блядь, и я ему 100 дал за эти же штаны. А что значит, ваш номер 14? 14, это значит, сколько я таких, как ты, парни, для мальчин, которые мы вас спрашивали. Да, 14. Вот сегодня тебя, ну, 15, а он самочек. Спасибо, спасибо. Вечер, дворец спорта. У нас магазин, навигатор в Ростове такой был. Это одежда спортивная. И он же хозяин сиреневых точек, где продавались кассеты. Он бегает по сцене и орет, где этот баста, блядь? Где он? Где он? Он у меня в магазине штаны испиздил. Баста, крюк, весель, уважаемые. Я вам приеду, Ростов. Тот успех, который был у меня тогда, в 98-м, с моей игрой, меня многому научил. Потому что я тогда был не готов к этому. Мне слишком это вскружило голову, я потерял себя, я улетел вслед за какими-то иллюзиями. И меня это чуть не убило. Появились наркотики, такая достаточно тяжелая жизнь. Мы стояли с Владей, и в этот момент появился как некий человек. Вид у него был такой, что как будто он сейчас нас кинет на деньги. Или это был Вася. Пролетела фраза, типа, запишите мой номер, я подъеду в Питер, организуйте, я там зачитаю. Я стою в шоке, думаю, ты кто вообще? Лично я не знал на тот момент такого человека. Ну, я и сейчас, наверное, не знаю, который бы загонялся и употреблял до такой степени сильно. Это что-то такое, знаешь, юношеское. Вот я взялся, и я полностью попробую, пройду все. Это вот было связано и с наркотиками, и с музыкой, и со спортом вот сейчас. Вот единственное, что меня всегда мучило, как говорится, и терзало, что я не могла больше заниматься детьми. Но я не могла, как говорится, не уделять внимания больному человеку, который был весь поломан. Вот такая судьба, наверное. Какой-то период времени он бомжевал, и он рассказывал, что у него на день батон хлеба и коробка кефира. То есть моя жизнь к тому моменту, это были руины эмоциональные, социальные. Какая ваша самая любимая песня, Вася? Очень давно я ее услышала, и она мне очень понравилась. «Прости меня, мама», вот эта вот песня. Вот когда вы ее впервые услышали? Вы знаете, это было в Ростове, и это было как-то совершенно просто. Я дома что-то делала, и Вася собирался и говорил, «Мам, я вот написал песню новую, послушай». И когда я ее услышала, она меня просто потрясла. «Прости меня, мама, за то, что вырос рано, за то, что боль причинял за рано и рано. Прости меня, мама, я во многом виноват. Прости, что я не стал таким, как старший брат мой». Я до сих пор помню это исполнение Васина. И я вот эту песню больше всего и люблю. «Скажи мне, мама, сколько стоит моя жизнь?» «Моя жизнь – это драма моя». Я понял, что вот этот момент, вот этот момент, вот именно тот, тот самый момент. Я чувствовался мертвым человеком просто. Шел дождик, я лежал у себя в комнате. Я просто посмотрел на мир вокруг себя и понял, что это совсем уже не мир, это ад просто. Почему Вася не сорвался вниз в тот момент окончательно? Что его спасло? Вера в Бога. Я думаю, что вера в Бога. Я думаю, что он верил, что Бог его не оставит. Как бы ему тяжело и плохо не было. Бог как абсолют принимает в моей жизни очень аккуратное, дозированное участие. Помогает мне только тогда, когда я действительно ничего не могу сделать. И его помощь мне нужна. 22 апреля 2003 года я понял, что в моей жизни наступил день, когда стало понятным, что так жить, как я жил до этого дня, я больше не смогу, не хочу и, наверное, не буду. Это одна из самых важных мышц, которые вот эту арку в стопе поддерживают, мы должны сделать просто накачать. Хочется просто вернуться на сноуборд, на коньках опять кататься. Больно просто. Разминочные веса. Все как в песне, постепенно. Сначала бит, потом мелодию, потом припев, потом куплет. Ну а потом... О, новая группа идет. Лёва, ну, вот так, вот так вот, чтобы припелочки не было видать только. Вот так, вот. Все, манрин манру давай. О-ой-ой-ой-ой. Зайка огонь просто. теперь москву открываем москву это город и клума это города поклова этот город огромный тромб этот город огромный оторванный тромб коронованный гоплин гопник коронованный гопник вот этот город вздыхается в копоти делом учатся тут как хомпини этот город под плотными дано под копами я приехал сюда и по горло покеря асфальт на болоте мы делаем свою тему тут под боком у дяди володя а ты заболтай массы по сапу только так чтобы вставила сделай погромче и хлопни стопарик за здоровье васянина я его считаю за друга потому что вы очень давно знакомы через многое как-то прошли у нас бывает разные терки мы что-то там можем в интернете там друг про друга что-то плохое сказать но я чувствую что это любовь у нас такая взаимная 20 пошел дальше уже вася звезда такого все российского масштаба как бы не только для рэп аудитория он сейчас делают музыку и и молодец красавица я очень вообще рад за то что у него происходит и то что все это растет растет все это разрастается до каких-то гигантских масштабов был 2002 год я искал помещение под ресторан наткнулся на это место это было небольшое здание на территории завода арма в советские годы это был завод газозапорной арматуры а еще раньше здесь производился газ который шел на освещение тверской кремля по кирпичным трубам а вот эти круглые башни в которых как раз хранился газ называются по-английски газ holder по-русски газ гольдеры ну вот отсюда и название газ это творческая лаборатория прежде всего платформа для осуществления творческих проектов любого формата пространство которое превращается клуб ресторан репетиционный зал приезжают со всего мира лучшие музыканты диджеи продюсеры я могу сказать одно что мне очень повезло сразу оказаться в газголдере да потому что приезжали иностранцы играть сразу был уровень музыки в клубе задан очень высокий это был 2005 год с того момента как я бросил употреблять наркотики да я сделал прям гигантские шаги вперед было удивлением что оказывается человек в порядке и и даже занимается творчеством у меня была идея вернуть богдана к творческой жизни и мне хотелось сделать из него что-то вроде в баре вайта стали собирать песни на альбом его мама жила в ростове из одной из поездок он привез демку восьми трек которая первого слышал был раз навсегда сразу как-то запала в душу и у меня знаешь как-то вырвалось что этого парня на тащить москву мы познакомились жене проговорили там условия работы контракта собрали манатки у меня их было немного мама дала мне 1000 рублей чтобы я что-то купил была бессонная ночь в поезде мы представляли как мы доберемся до москвы и что нас ждет по договору мы должны были с утра как только приехал поезд созвониться с богданом с титомиром и он должен был вас там встретить проводить куда-то как нам быть естественно богдан проспал на 8 утра просто с вещами гуляли по москве целый день и короче не было понятно где мы будем жить москву переехали первые с диджея бобина и с растой а потом я перетащил туда диджея беку вадик вадика купе на этих словах весь мир рушится начал это вадик купе по-другому никак новая песня басты с твоих берегов я начал свой путь не забудь ростов молодой упертый целеустремленный недостудия басты где-то местами как мне казалось хамоватый периферийный паренек с горячими глазами на стопе на стопе мы все жили в одной хате просто у нас было вадик и диджеи бэка в пятером в трехкомнатной хате когда он приехал он просто фонтанировал казалось иногда что он каждый день там писал по по 5 а то и больше песен треки 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 придумывал проекты ходил газ играли там что ну то есть было от настоящее детство беззаботную порой у меня какая-то ревность было к музыке вот ну сколько можно я и заниматься этого сколько можно я в студию я в студии поиграли чуть-чуть playstation я поехал куда мне надо в студию 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 музыка 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 он изменился сильно если раньше я вообще не знал как бы человек он имеет планы имеет ли он цели то тут я увидел что человек очень устремлен интересно запустить среднестатистического человека квасе на студию просто вот папа посмотреть послушать вот именно что он включает что он делает просто вот каждый день электромалышка вряд ли они подозревают что он настолько многогранных хотя люди и так в курсе за его многогранность как бы не для кого не секрет как это рассказывали как выпускной был написан или сенсор это вообще не знаете мы на студии что там делаем как всегда просто один за одним треком там что-то пишем музычка постоянно пишет запас на что-то делается они все правильно с гитарой в газе нас на сцене готовятся ребята подключают гитары все тренировка перед репетиция перед каким-то концертным большим ну что он часто берет гитару просто начинать что-то играть и он начинает петь песню просто выпускной просто начинает петь просто начинает ее петь как будто она уже готова как бы как будто он ее просто считал как бы и он идет тут так ребятам горит так колянки боли давай ля минорчик последовательность аккордов начинает петь звукорежиссеру русик можешь записать что все они записывают все вася до 5 минут 5-10 минут все они сыграли он записал как демку спонтанно просто перерожденная песня в как бы вот о о запишет студии работают специалисты алексей голубенко 32 года телец не женат обречен сара было написано он берет гитару пока выгоняется трек он просто начинает играть и петь какие-то слова тогда меня не станет я буду петь голосами раз уже типа аккорд поменялся что-то еще пару слов добавилось типа о круто все диктофон начинает писать на диктофон на следующий день я прихожу и там открыт проект и там уже появляется вот это такого закон сан сары вот это тяги я типа блин все чувак это да вот это просто вот этот момент это он да это он каждый раз садя сделать но убит загружая первый барабан я думаю но уже ничего нельзя написать уже все написал и все что можно все гармонии все 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 что только можно и раз что-то так так пах-пах через труд какие-то моменты получается вырисовывается именно то что мне и и нужно и через и через насилие над собой медленнее темп вот это вот и сделает уже хочется есть в туалет хочется я буду сидеть пока я себя не выжму то на чем можно остановиться от чего можно оттолкнуться я себя буду просто истреблять до конца тяжело жить вот концу вот только ты сейчас устал а раньше ты где-то на половине устава когда все спокойно я как-то мне кажется тухло в том раз какая-то проблема кто-то там на что-то наехал и что-то какая-то возня начиная слова мобилизирует у меня сразу появляются силы я в этом кайфую вася кричек далекий от спорта был долгие годы но что происходит сейчас каждый раз когда я смотрю видео его из спортзала я начинаю внутренне молиться только бы рядом была бригада реанимации потому что вася иступленно занимается спортом так что просто как будто бы еще вот еще один удар по лапе тренеру и и остановится в его сердце и так измотанная и простой судьбой и все равно он идет все равно он добивается все равно он делает вот 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 то что он должен делать было несколько таких тренировок когда его резко начинало тошнить потом он возвращался и дальше продолжал работать новая тем не успешно может чуть подождем он говорит не жалеть себя не нужно сдаваться нельзя как бы как у него есть такая шутка для книги потом расскажешь книги он материал копил без остановки и когда мы начали записывать альбом выбирали из там сотни песен какие войдут в первый потом был второй мы отправились на гала рекордс где вы первый раз увидели настоящую студию с громадным пультом мы были в шоке у меня долго ничего не получалось мне я ничего не мог правильно спеть прочитать но в итоге мы приловчились и записали первый альбом ну чё мальчику свородничком пижачок если вам нужен пейн будут клипы будут треки и в этой деке все полноценно поднимают веки видят нашу тему купили заводик вот себе ну кем здесь движка ну прикажется нравится просто ну вот вышел его альбом мы в то время не могли понять насколько вообще его знает народ даже официально раскрученные хип-хоп проекты в концертном варианте не собирали она вообще людей а ты счастлив я сейчас пришло я не знаю тысячи человек газ галереи был такой биточек мы сделали такой занавес занавес открылся и вася посмотрел и чуть-чуть прибалдел скажем так гляньте они такой они такой темп взяли я же это самое москва столица бессонница в лице бас надеюсь чтобы вы эту тему весовь нам лица придется потесниться они прошу себе места и выбью себе место фурика урдов замеса были корпоративы были какие-то концерты но единичные ну хотелось как бы гастроли настоящие туры города вот это все он был полностью готов были репетиции три раза в неделю то есть вся команда была собрана все было готово но политика была такая что подальше держаться от всякого официоза от всяких премий подальше от шоу-бизнеса мы думали что он уже настолько заоботдался не выступать что он просто песня ну он мог там вечером показать две-три песни то есть не было дня когда мы не слышали новую песню когда появился наганом и уже подумали ну старику надо срочно ехать в тур я точно знаю что ему без выступления без сцены вообще трудно находиться тяжело нужно я организм не унывающий я существо которое ну как бы плохо не было я всегда найду место для улыбки для шутки для переключения да потому что я не ну я не унываю никогда как бы тяжело не было страшно то есть я переживаю но я я надеюсь но вот внутренний какой то есть во мне такой ролик до который движет по чуть-чуть он и как-то раз 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 все и прорвемся по-моему был или конец 2005 или начало 2006 музыкальный рейн был совсем другой гораздо сложнее артисту было попасть на глаза аудитории было очень много барьеров телевидение не принимала потому что это было недостаточно на их взгляд попсово там коммерческие оправданно мы вот первую песню осень поставили на мус тв за деньги странным клипом ну давай так с отстойным клипом ничего что ты говоришь ничего не жаль мне запомнилось он там читал что-то в подъезде на фоне какой-то двери может быть мне кто-нибудь скажет о том что я не прав о том что я живу в иллюзиях живу в снах преодолевая страх преодолевая такая черная дверь обитая каким-то дермантином у него там синхрон был еще он там что-то бежал по какой-то оранжере из цветов что-то такой какой-то клип я вообще не понял если честно мы любим Басту многие говорят ну не многие но кто-то говорит что это попса попса я могу сказать возьми его пса это пса я его люблю центр его очень любит Цао это многие самые сильные кто в Москве это мы вообще там объявлял себя попсовым рэпером это для него не было зазорно мало кто вообще использовал вокал так как я его использовал в песне тогда петь было вообще очень стыдно или что рэп не поется там он читается я когда это слышал меня разрывало просто рэп-сообщество было сконцентрировано сугубо на таком правильно в кавычках да просто невозможно было слушать это было нудно однообразно скучно я изначально не любил никакую попсовость в нем в том числе она в нем всегда существовала параллельно но в конечном итоге интересен результат и те те творческие везения которые в итоге могут попасть в песню любого жанра и ша-ла-ла-ла-ла-ла 40 лет я вот повторяю уже потом что писать уже уже потом это что через три года альбом это уже 43-44 но это уже смешно Старость будет уже. Сейчас будет урок английский. Я же решил заняться английским. Девятый урок уже. О, look! An empty tire with some water in it. Каждый человек. А still? Нет? Все еще. Any. Everybody. Даже после урока английского языка я чувствую себя намного достойнее, сильнее, чем после бокса. Это просто истязание. Теперь мне нужно стремнуть. Я поработал. И все. Потом центр появился. И Тахос, и началась движуха этих ребят. Я не помню, где мы познакомились точно. По-моему, у меня была презентация альбома «Город дорог» в клубе «16 тонн». И он приехал туда. А я уже фанател от моей игры. Типа тогда я там ставил родителям своим, говорил, вот смотрите, русский рэп существует. Я ему выразил респект тогда. Он говорит, давай сделаем с тобой камеру моей игры, сделаем на двоих. И вот как-то так зародилась наша дружба. Поехали. Ты чё там переключаешь, что ли, ёбанка? Сначала мотаю просто. А там нет перемотки, Доник. Бля, я его люблю просто, супер. Здравствуй, мама. Стойте, это не моя мама. Это мой путь, брат. Моя игра. Она мне принадлежит и таким же, как и я. В архиве пятнадцатый, в психиатрической больнице. Его история болезни. 183 страницы. И раз в два года он, как по инструкции, заезжает сюда с навязчивой идеей хип-хоп-революция. Всё началось на той сумасшедшей тусе. Двухтысячный новый год где-то в Прильбрусе. Паста был там, он должен быть в курсе, как я водил там эти долбаные экскурсии. Ну и начали общаться. Я приезжал в ЦАУ. Можешь записать припев там, песню? Я говорю, конечно, с удовольствием. Я записал припев, песню «Город дорог». Он приезжал туда с пакетом молока, с батоном хлеба, и как сумасшедший сидел у компьютера, сам с собой разговаривал, а мы так в стороне стояли и не понимали, что всё такое. Белый жидкий ложка, пламя плавит, вставило. Стало быть, опять всё заново встречать зарево, прокляная игры разума, это в последний раз. Я клянусь, мама, спасла жизнь. Наверное, 17, мы с ним знакомы. И вот как был всегда активный и такой бодрый пацан, так и всегда веселый остается. Смотри, мне в шапка взлетает. Татуировка – это всегда протест определенный, какое-то высказывание окружающему миру. Это определенный этап сорокалетних. Женя предложил мне вот такой вариант. Суни-кун – царь обезьян. Я сам год обезьяна родился, у меня обезьяна здесь не будет. И Суни-кун – такой спорный, классный обезьяна-хулиган. Отовсюду его выгоняли, и он серьезный китайский такой персонаж. На эту руку у нас будет сделана обезьяна. На эту лех. В последний раз вы увидите, она будет спрятана под слой нового полотна. После второго или во время второго альбома появился Наган. И сначала, честно скажу, нами это воспринималось просто как прикол. Нами, я имею в виду не Вася, а людьми вокруг всеми. Баста был в числе, я не скажу самым первым, но в числе тех людей, которые научились использовать интернет для работы с аудиторией. Который в то время был еще маленький, медленный, только зарождался. Я не мог тогда держать музыку под замком, и я всем ее раздавал. Я записывал диски, раздавал. Я отправил диск в Ростов своим друзьям, лаганом. Ну и через три месяца об этом проекте говорили все. Ёбаный насос, Жора, где ты был? Эта пластинка меня совершенно покорила и увлекла своей вот этой вот, с одной стороны, легкостью, с другой стороны, замечательным юмором. Текстами. Я много раз использовал слово «насос», но чтобы именно с этим прилагательным? Никогда. И Вася для меня это открыл. Вот я вдруг понял, что это замечательно звучит песня. Короче, материала было уже, я не знаю, думаю, на пару альбомов, наверное. Ну, очень много. И когда начались звонки по концертам, ну, вот это была вторая волна удивления, так скажем, да, что такой прикол превратился в такой масштаб. Номинация сеть «Нагана». «Нагана». Отлично! «Нагана» выходит за своей заслуженной, наверное, матрешкой. Для моего города Ростова-на-Дону, ээээ. Ну, профессионализм, конечно, еще хромает у людей из интернета. Надо работать и работать над собой. Песня «Ёбаный насос», она нашла ему другую аудиторию. Какую-то более такую московскую, светскую, клубную. Она в «Симаче» звучала, насколько я знаю. Это было в 2007 году. И Федя Фомин крутил его песни в «Симачев баре». И тогда я впервые это услышала и подумала, надо же, это же просто вау. Я стал заложником ситуации под названием «Федя, поставь жору». И Вася появился очень вовремя со своими, скажем так, нестандартными песнями. Впервые я услышала «Нагана». Это был трек «За страхуй» и «Жора». Это очень было необычно, поскольку я тогда слушала попсу в основном. А уж матом, так вообще, если кто-то пел, это казалось… Это казалось, что это ломает какие-то стереотипы вообще в музыке. Конец нулевых в России смешался в большом котле, где была интеллигенция, деньги, интеллигенция, которая хотела выглядеть хорошо, но в то же время её нутро бузаторило и хотело революций. Ну и эта революция была мягкой через песни с матами. А петь матом, как поёт Вася, не удавалось ещё никому. «Нагана» мне нравится. Он действительно взорвал и сознание многих людей. Дело в том, что использование ненормативной лексики у Василия всё-таки носит такой характерный южный окрас. Мы в Санкт-Петербурге, конечно, материмся по-другому. Я поехал в гости к Константину Эрнсту. Мы хотели предложить интересный проект для Первого канала. И он просто в разговоре говорит, а хочешь поучаствовать в проекте «Голос»? Я, честно, не смотрел «Голос» никогда. Я говорю, я не знаю, что там нужно делать. Он говорит, ну ты посмотришь, ты просто посмотри, потом мне скажи. Я позвонил своей жене, говорю, вот Константин предложил поучаствовать в проекте «Голос». И он сказал, конечно, это круто, ты чё, иди туда. На мой взгляд, это талантливый художник, который не боится пересекать границы жанров. Чем он мне бесконечно дорог и приятен. Я, честно говоря, не очень оценил потенциал песни «Сансара». А сейчас я понимаю, что это, конечно, был такой классный хиток. Да у него полно замечательных песен. Баста для меня изначально – это яркий исполнитель каких-то матерных частушек. Дальше я вдруг услышал совершенно другого человека, который умеет из сердца вынуть то, что нужно зрителю в данный момент. Поэтому на сегодняшний день для меня Баста – это яркий представитель отечественного шоу-бизнеса, который, можно сказать, стоит особняком, но является ярким центром всего, что происходит в этой стране. Я рад, что здесь он занял свою нишу. Когда появилось вот это предложение «Голоса», я как-то резко, резко был против. Но Вася так этого хотел, видел в этом шанс расширения аудитории. Скажу, это сработало, ну, по-своему. С творчеством Василия Михайловича меня все-таки познакомили дети из студий творческих. Это те же самые дети, которые участвовали до этого в спектакле «Поколение Маугли». Дети же не от головы идут, они идут от чувства, от сердца. Это говорит о том, что, значит, сразу это попадание в детские сердца и ритмически, и смыслово, и, значит, это хорошо. Любой человек, который выходит на сцену на подмостке театральной или киношной и не боится показаться смешным – это уже актер. Поэтому, когда мы репетировали с Василием Михайловичем, я ему предлагал какие-то совершенно несвойственные его поклонникам движение, поведение и так далее, и он это с удовольствием хватал и это делал. Я сразу видел, да, это человек, который не боится быть смешным в глазах других, нелепым в глазах других – это актер. Какая ваша любимая песня Васи? Ну, ее знают все. Когда меня не станет. Потому что она как-то так появилась и ворвалась в нашу жизнь, что, мне кажется, ее поют и молодняк, и с удовольствием подвывают люди более взрослого поколения. Дай Бог Василию еще набрать в свой репертуар подобные вещи, которые выйдут на уровень метафизический. У него первый гол гуфу, скажи, Нагану забил первый. Мне кажется, это был октябрь месяц, конец октября. Мы решили зайти поужинать в Семачев бар. И там же сидел Вася. Когда все выходили мы, я подошла просто сказать ему, что я очень бы хотела тоже себе на диск записать песню «Жора» и «За страхуй». Но вот Федя Фомин не дает это сделать, потому что тогда еще не вышел альбом Нагана, и, в общем-то, было все строго конфиденциально. Мы обменялись номерами телефонов. И сказал, что обязательно мне позвонит и запишет, значит, диск, ну, можем сходить вместе в солянку. Как бы на следующий день мне не позвонил вечером, как мне казалось, что это должно быть примерно в это время. И я даже расстроилась, потому что я приоделась, накрасилась в ожидании встречи. Я уже, в общем, решила, что, ну, какая-то странная история, странный парень. Расстроилась немного, ну и ладно. И вот так в 11 вечера звонок, и он говорит, ну, все, пойдем. Я говорю, слушай, я вообще-то уже спать ложусь, для меня это уже не вечер, а ночь, и мне завтра на работу. Он говорит, я не знала, у меня просто совершенно все по-другому, может быть, ты не хочешь просто прогуляться? Вот так как-то завязалось все, и даже после этого, мне кажется, в течение нескольких месяцев каждый день виделись, не расставались и читали друг другу стихи. Это было очень романтично и классно. Хорошее было время такое. Да, Вась. Да мы снимаем тут мое интервью про тебя. О, привет, ребят. Я пришел в стиры, ребят. Я работал. Рэпса, рэпса. Блин, ты видишь, а ты говоришь, что я не прихожу домой. Я пришел провезать. Да, кстати, я удивлена, если честно. Как раз про тебя всю правду рассказала. Слышь, Вась, рассказала, как ты меня бьешь и не даешь сказать правду. Мы всегда вместе. С кем? Я и Фрося. Я и Фрося здесь, в этом доме, царит уют и любовь, взаимопонимание и счастье. Хранит этот дом любви. Я круто придумал. Да. Слушай, а я должна со скалкой стоять, так я тебе показываю, так ты говоришь, я тебя очень люблю. Все, ты поехал. Поехал на съелку с францем. Понятно. Вот так, видишь. Поехали. Вася, мне кажется, вообще для семьи как бы не сильно создан. Он такой достаточно одинокий, мне кажется, вообще человек. Он настолько самодостаточен, что когда вторая половинка, чтобы было веселее, ему это не нужно. В бытовом смысле он вообще просто, ну его нет. И этим всем занималась я, там, купить продукты. Я дома только отдыхаю, больше вообще ничего не делаю. Вот на дачу я приезжаю, меня вообще никто не трогает, жена занимается всеми делами. Я вот высыпаюсь, сплю несколько раз за день. Он очень творческий, и он как бы другим занят, да, он рассеянный и так далее. Что я могу сказать, за время пандемии я приобрел вторую профессию. Я научился готовить неплохие бургеры, стейки, люляшки. И теперь в первый купе я садусь, заскочил на себя. Ты видишь, я специально для рейкс сегодня вызвал солнышко. Жена у меня радикально городской житель, но вот то, что она превратила, правда, здесь было, как я назову ее, земляные плеши были. И она все это превратила просто в идеальный газон. Посмотрите, деревья какие, пройдите, посмотрите, правда заслуживает восторга. Это вишня, яблони две. А, да, и у нас даже есть несколько груш. Прекрасно понимаешь, что если бы он пришел домой, его там доставили мусор выносить, но я не знаю почему, он во многих интервью говорил, что его заставляют это делать, это полное вообще вранье. Видимо, ему хотелось приукрасить это все. Люди, она волоса висит. Ты представляешь, если бы пандемия продолжилась, что бы здесь было? Я думаю, что я бы здесь уже стоял с таким пузом, просто фартуки, делал бы просто бургеры, а Лена здесь. Вот здесь, посмотрите, значит, киви, подмосковные, банан, пеху. Вот, ему было вначале очень так сложно привыкать жить с кем-то, да, то есть это такой был его, по-моему, первый такой достаточно серьезный опыт совместного проживания, насколько я знаю. Конечно, были моменты, когда он просто не понимал, ну, элементарных вещей, там, не разбрасывать свои вещи, просто это невозможно никак вылечить, это его такая вот специфика, я не знаю. Поехали. На девятом этаже, как на маяке, затерянут мукетом, а не маяке. Жень, маэстро нюхает Париж, с маэстро дышит модой, я не вижу купола. Порвал очко. Мне хочется сказать, что я вот была до сих пор очень сильно влюблена, и я настолько не видела в нем вообще каких-то недостатков, мне было с ним так хорошо. Может, через год мы начали немного иногда ругаться. Вначале проходит этот период безумной этой влюбленности, да, в какой-то момент, и ты начинаешь уже вот в этом быту, да, как бы утопать, как в болоте. Очень часто я был понял неправым, прости мне мой вспыльчивый мрад, но ведь я не умею играть в роли других людей. Он стал гораздо вспыльчивее, чем он был, но я объясняю это тем, что у него просто очень перегрузки сильные, психики, да, то есть... Да нажми в зале, что же я послушаю в записи, Лёв. Он, бывало так, приходит домой поужинать, поиграть с девчонками, да, пообщаться, и уходит обратно на студию, там, до пяти утра что-то они там сводят, пишут. Без двадцати четыре, выгнали уже два трека к альбому. Что ему скажешь в этот момент? Нет, знаешь, давай ты приходи пораньше, а то я тут соскучилась, и потом свой альбом закончишь. Я просто не имею права это сделать, потому что он меня возненавидит потом за это сто процентов. Нельзя мешать мужчине, мне кажется, делать то, что ему очень нравится. Особенно если у него это прекрасно получается. Тут на девятом этаже Додные майки Мы как бы нормально живем, и я люблю его, а он меня. Вроде. Самое основное, пусть молодые девушки слушают, на ум смотают, как с монстром жить. В этом стороне, в стороне, в маяке. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Для многих артистов других жанров было это, конечно, со шоком, что какие-то там типы, какой-то рэп там, то это, что это. Вас не крутили по радио, вас не крутили по телеку. Это было целое такое большое параллельное альтернативное движение. Рэп был в роли андердога, да, тогда. Такая вот непонятная формация, очень пугающая всех, потому что это было везде, все это слушали, все об этом говорили. И это все шло, это уже невозможно было остановить, это было везде. Это было везде. Верил всегда слепо, как верит Сигдант, когда Бога не было со мной, я верил в себя. Верил, когда падал, верил, когда не верил никто. Не верил никто, но в меня верил Папа Ростов. На веру принимал слова, но не дожидал, сидел. Таких оборонов я слышу теперь по сто раз на день. Время мой верный подельник оделит зерна от плевел. Верил, что в моей жизни больше тех, кому могу верить. Поверь мне, все мы когда-то были голодной шпаной. Я верил в игру, верил, что сравняю счет. Я верил в себя, прикрыта спина. В чем секрет, брат? Ангел-хранитель мой секундант. Братья покидают этот мир, мы все ненадолго сюда. Те, кто на свободе, верят в те, кто сидят. При жизни ад с надеждой на место там в райских садах. Я не знаю, что нас ждет, но в лучшее я верил всегда. Васева Куленко – это команда, группа единомышленников, соратников. Мы идем туда, куда до нас не двигался никто. Пытаемся делать что-то такое, чем не занимался никто. Вот как бы видишь, Ал, все заправдывает. Тут Вася, он тут главный. На его деньги мы оплачиваем коммуналку. Василий Михалыч. Василий Михалыч, простите. Ты впиши меня куда-нибудь просто. Блядь. Надо собраться и все сделать. Давай. Кстати, я тебе сейчас покажу. Я подумал, что можно такого? Раз мы, блядь, показываем. Блядь, пиздец. Блядь, сука! Все это напасыж, смешки и улыбки, летя через древые бутылки, спитаясь в облаке. Да хуй твоя отсылка под смыслом. Я хочу все сфином кесту. Грязная вода, крючо резаная. Хожу по сцене бочком и хочу грилзи. Но это все рэп, авансы, авантюры, пеечные туры, передаренные шмотки, задерзкие ебальные пеноплодки, грызны на лодке. Такая хуйня, короче. Мне должно быть стыдно. Мучить стариков. Вот это намного лучше, чем тот. Братан, это не... Едем на газ, переписать альбом. Спасибо тебе большое, братан. Да блядь. Испортил настроение. Ой, блядь, да ладно. Ну просто, ты понял, да? Показал там голенькую такую... Все такое голенькое. Без пержек. И в конце просто... Блядь, что ты тут ставишь? Кто бы прибеднялся? Кто бы прибеднялся? Это просто то, что я три услышал, братан, это просто три шлягера, братан. Это я тебе вот... Стараемся. Просто, братан, это... Даже тебе спасибо. Мне-то за что. Если бы это мои песни были, конечно. Получше, конечно, поприятнее было. Ну да, не буду работать, буду. Сорок лет, кули, надо крутиться. Молодость наступает. Ножи втыкаются в спину и в сердце шило. Ой, слушай, не знаю, я уже... Каким-то образом, да, блядь. Хоть и десять лет разницы, но чувствую себя так же. Не, я так всегда себя чувствовал, что я отстаю, поэтому я всегда шел вперед без остановки. Вась, в твоих соцсетях часто можно встретить комменты типа «Где нога наебаный насос?» Что ты чувствуешь, когда читаешь это? Ну, таких фраз много. Это называется «Вася давно не тот». Это целый диагноз, с которым я сталкиваюсь с семнадцати лет. Когда я учился в школе, доучившись до четвертого класса, до пятого, когда появились первые проблемы, мои педагоги говорили, да, Вася уже не тот. Раньше он был очень усердным мальчиком, хорошим. Теперь он баламутит, теперь он хулиганит. Потом я написал свой первый бит на синтезаторе старом, пятнадцать лет. Поставил его друзьям, они сказали, ну, это не то совсем. Потом я написал мою игру, и многие говорили, о, это кошмар, это совсем не то. Потом я чуть не умер, и все говорили, да, он уже не тот, видимо, он умрет. Такая жизнь его прикончит. Я перестал убивать себя, мне было двадцать три года, и я начал писать заново песни, и люди говорили, ты уже не тот, уже возраст не тот, время ушло, послушай, какой рэп сейчас делают. Да, я не тот. Я становлюсь больше, я становлюсь другим. И слава богу, что я не тот, каким я был в четвертом классе. Собственно говоря, мы все сделали. А слез-то было, Леша, да, у меня? Да. А переживаний-то было по альбому. Сейчас я понимаю, что это вот мой последний альбом, да, и в формате альбомов я точно не буду работать больше. Касаемо Басты, да. Благодаря этому барьеру мы все остаемся очень богатым. Синьи, там, отдельные коллабы, какие-то альбомы, я точно... Ну, меня прям устроила эта работа. Это прям такое высказывание, своевременное, личное и завершающая в целом альбомную историю. То есть это альбом, с которым я могу прямо сказать, что вот здесь поставлена точка. Я сегодня ехал в метро на съемку и слушал Гуфа «Трамвайные пути». Ну, мне нравится просто эта песня, считаю ее шедевр русской музыки. И думаю, блин, сейчас что-нибудь произойдет, и опять отменят концерт. И... Ну, я буду до конца опереть. Будем назначать даты каждый год, пока это не случится. Естественно, для меня это такая максимально высокая планка. Финальная черта. Кто ты? Как мы в процессе пандемии рады были каждой встрече случайной, да. Как люди жадно впивались друг в друга при первой встрече после длительного перерыва. Это говорит о том, что у нас еще не все пропало. Это говорит о том, что человек нуждается в человеке. Крисмент Шипер Крисмент Моя улыбчивая рожа с плаката Тебе кричит пока, пока Прощай Кто ты? Субтитры сделал DimaTorzok